Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам! Здравствуйте! Ну что ж, поговорим о Лёле Быковой. Её трансляция и Лёльке скинули целую соточку на фрукты. И Лёля, конечно, рассыпалась в благодарочках. А мне хотелось сказать, хомяки, почему так мало? Что такое соточка? И что на неё, по факту, можно купить? Детей у Лёльки мал-малым куча. Плюс, конечно, грыня. Ему фруктики как никому нужны, потому что очень ослабленный у него организм. Всех года бывшая жёнушка над ним трудилась и, так сказать, его гандошила, а Лёлька теперь вынуждена расхлёбывать результаты. Поэтому скидывать нужно, ну как минимум, в 10 раз больше, чтобы всем хоть какие-то фруктики-то и достались. Что ж вы Лёльке скидывайте и вдумайтесь, Лёля, тебе на фрукты, а детям привет! Но всё вот как и привыкла делать и многомамка. Самое главное, свою утробу набить, а детям что после неё достанется. Но, походу, и хомяки понимают, что именно так в Лёлькиной семье и должно быть. И так это работает и происходит. Я бы, например, в первую очередь детям на фрукты скинула, но не мамке. А у них всё как-то наоборот. Самое главное, порадовать Лёляшну. Ну и дальше Лёлька затронула очень глобальную тему, что нереально найти хороших работников. Она тоже думала, что если будут платить 50 тысяч, а, например, не 30, то найдутся ответственные люди, которые будут работать. Лёлька, а я всегда говорила, не поедет мужик, у которого есть голова на плечах, руки, ноги, за 3-9 земель к тебе на заработки. Не будет жить в этой бытовке какой-то непонятной, без условий, даже с учётом твоей кормёжки. Потому что твоя кормёжка оставляет желать лучшего. Это настолько ничтожно мало, что ни один мужик, по факту физически работающий, этим не наестся. И поэтому те, кто к тебе приезжали, это исключительно люди, которые не могли найти себе применение и заработок в реальной жизни. И поэтому, конечно, вот такими они и оказывались. Можно найти работника за 30, за 50 тысяч в том случае, если он будет где-то недалеко от тебя проживать. Поэтому у него будет возможность приезжать домой, к семье и так далее. На таких условиях бы люди работали. А когда они срываются, вот эти няньки твои, которых там тьма через тебя прошла, работники и так далее, приезжая работать к тебе за такие копейки и говорит, что что-то не так с этими людьми. И вот эта вот громкая фраза, я тоже думала, если буду платить, Лёля, никогда ты им не платила, всю жизнь вытягивали тегло с твоими помощниками, исключительно твоё хомячьё. Поэтому нужно говорить не я, вот эта последняя буква в алфавите, а мы, а ещё лучше вы. Вот я думала, да, если вы будете платить не 30, а 50, будут работать. Но не тут-то было. Ну и погнала трудиться и рассказывать о том, что в основном все те, кто соглашаются, это некие такие, знаете, отбитые, безответственные маргиналы, не устроенные в этой жизни люди, у которых ни дома, ни работы, ни семьи. Что и требовалось доказать, и Лёлька только до этого дошла. Потому что, да, когда мужчина создаёт семью, он берёт на себя ответственность. И в первую очередь думает, как эту семью обеспечить, накормить и содержать. И, естественно, он без работы сидеть не будет, потому что понимает, что есть семья, которую нужно кормить. Вот твой Грыня молодец, он мог себе позволить сидеть без работы и ничего по факту не делать. А нормальные мужики этого, конечно, не допустят. Поэтому и к тебе на заработки никто не разгонится и не поедет. Кстати, если по факту ты готова была платить 50к за услуги, почему было бы тебе за 50 тысяч сейчас не оставить Сашу у себя на хозяйстве? Тем более, когда он реально живчик против Грыни, достаточно проворный и всё умеет делать. И коров подоить может, и выпасти, и накосить, да, и ещё чего-то там заниматься какими-то стройками, ну, какими-то насущными вопросами. Нахрена тогда было отпускать Сашу? Да, пусть бы он зарабатывал меньше, чем он сейчас, например, по факту зарабатывает. Но ещё и бонусом Саши было бы, опять-таки, тоже питание и любимая дотя рядышком. Эх, знаете, такое ощущение, что Лёлька что-то в этом всём не договаривает. Ну и по поводу, да, вот этого вот маргинала, неустроенные в этой жизни люди. Лёлька, покажи из всех мужиков, которые появляются в твоей жизни, хоть одного устроенного в этой жизни, вот у которого бы до тебя было всё хорошо. Дом, полная чаша, хорошая работа, высокооплачиваемая и так далее. И вот он в тебя влюбился, да, и всё бросил, и с тобой построил отношения. Детей твоих принял. Вот покажи, не маргиналов в своей жизни. Опять-таки, когда ты пытаешься кого-то засрать, нужно как минимум посмотреть, да, то есть там это работники, а ты посмотри на тех мужиков, которые с тобой постель делят, и кому ты детей рожаешь. Вот что-то именно вот этих вот, понимаете, богатых, состоявшихся, успешных мужчин, я как-то рядом с тобой не наблюдаю. Ну и дальше, ребята, были лёльки-донаты. Целый, несколько раз по тыщенке ей и залетело. Вот там всё, ребята, лёлька прям поплыла. И так и кричит огромное спасибо. Очень щедро. Раньше она как-то за тысячу вот так не расшаркивалась. А сейчас, видимо, действительно, знаете, урезали лёлькин паёк, лёлькина содержание хомяки, потому что, видимо, и себе чего-то оставить решили и захотели. И даже уже вот это не работает, что мне вернулось 10 раз больше, чем я лёле дала, понимаете. Лёля отправь поцелуй на удачу. Уже этого нет. Они как-то уже поскромнее и поскромнее. И лёлька теперь конкретно вынуждена вот так расшаркиваться. Раньше она так за десяточку, понимаете, напрягалась и опу на пукан рвала. А теперь и тыщенке рада. Ну и дальше, ребята, я, как всегда, начала очень дико смеяться. Вот чтоб лёля меня не рассмешила, это не она бы была. Так и говорит, мне не стыдно признать, и я уже, наверное, ключевое слово это говорила, но без вашей поддержки мы не вытянем. Струйку, да, приобретение животных и так далее. Лёля, во-первых, ты это говорила не наверное, а ты это говоришь не то, чтобы из стрима в стрим, из месяца в месяц, ты это говоришь из года в год. Причём риторика абсолютно не меняется. Каждый раз без вас мы это не вытянем. Поэтому вот не сомневайся, было или не было 100%, это уже было. И вот для меня тоже странно, мы без вашей поддержки не вытянем. Подожди, ты развиваешь хозяйство, ты становишься на ноги, как в ферме. Что значит мы без вашей поддержки не вытянем? У меня возникает другой вопрос, а как остальные люди, ребята, вытягивают? Ну вот как? Они, имея те же самые условия, что и у Лёли, имея такое же хозяйство, а то и поболее, реально вытягивают. И только Лёлька одна вечно заявляет, мы не вытянем. Я так вот и понимаю, что ты заезжаешь, да, в любой там посёлок, какое-то село и так далее, и все фермера, заводчики коров, свиней, да, стоят с протянутой рукой, вышли прямо на митинг с плакатами и кричат, дайте денег, мы без вас не вытянем. И думаю, кто, интересно, все эти люди, которые едут, да, на базар или на развоз адресной продукции, везут по 30-40 килограмм торога, по 20-30 банок трёхлитровых молока, везут вёдра, сметаны, сливок, масло, понимаете, сыры и так далее. Вот кто они и как они умудряются жить. И по поводу того, что мы без вас не вытянем, Лёля, но это же не принципы ведения бизнеса. Не может бизнес вечно быть на дотациях. А твоё фермерство, это и есть бизнес. А он у тебя настолько убыточный, что все года, сколько ты вот пыжишься и его ведёшь, он никогда у тебя не вышел не то, чтобы в плюс, а даже на самоокупаемость. Потому что все года ты ноешь и кричишь, мне нужны деньги. И да, конечно, вот это вот завуалировано, да, не детей типа накормить, а вот именно на хозяйство. И, кстати, интересно, а если вот завтра хомяки не поддержат, как ты будешь вытягивать, что ты будешь делать? Неужели ты всех пустишь под нож? Грыня поедет на работу, будет привозить тебе какую-то фиксированную сумму денег, а ты будешь жить исключительно на доходы свои с блогерства. То есть, знаете, это опять-таки нагнать жутья. Очередная манипуляция. Вот эти эмоциональные качели своим хомякам. Она не даёт им расслабиться. У них, знаете, по принципу то вверх, то вниз. И самое главное, что каждый раз вот эта мастерица, затейница, кудесница, именно Лёлька. И опять-таки, вот ты рассказываешь, у тебя хорошие продуктивные коровы, которые дают много молока. И как, Лёля, ты не вытягиваешь, вот это действительно вопрос. Ну и дальше, ребята, для пущей убедительности рассказывают. Вот взять, например, мою Ирочку, взять мою Наташу. Они без дотации ничего не могли. И вот на гранды-то и замахивались. Ну первое, интересно, Олька, когда вот эта самая Наташа уже перешла для тебя в ранг подружки? Это раз. Вот я как-то особой пылкой дружбы между вами и симпатии к друг другу при встрече не пронаблюдала. Это первое. А второе, вот именно, они берут гранты. Они не стоят с протянутой рукой, потому что люди просчитывают все риски, понимают, для чего им нужны эти деньги, куда они их пустят, в какой оборот. И сколько они с этого заработают. И только у тебя вот хомячье бесконечно, ребята, вваливает свои деньги. Вот просто действительно, начиная с самого первого момента выхода Лельки на YouTube, они строили ей все подряд. И конца и края этому нет. И я вам хочу сказать, что конца и края этому не будет. Закончится одна стройка, начнется другая. Закончится стройка, начнется приобретение, опять-таки, поголовья. И всю жизнь они должны будут ее поддерживать, потому что без их поддержки они не смогут. И при этом она сама же рассказывает, что мы все работаем на хозяйстве, чтобы заработать денег. Так, Леля, опять-таки, несостыковка. Как ты можешь заработать то, что ты заработать не можешь? Вот почему я говорю, ребята, раз за разом она меня смешит и веселит. И дальше, ребята, очередная манипуляция. Вот типа, посмотрите, какая я молодец. Я же никогда ни разу у вас не просила, да, на пропитание своим детям. Им на кусок хлеба. Или их одеть, обуть. Я же вам не давлю на жалость. Леля, ты просто прекрасно понимаешь, что по закону ты не имеешь права на это просить. А на жалость ты давишь раз за разом. Но ты побираешься очень грамотно. И знаете, как-то вот технологично. Очень кто-то вот эти все шаги, многоходовочку Лельке придумал. И я не удивлюсь, что вот эта, понимаете, затейница, это именно Козлодоева Машка. Потому что у Лельки точно на такую многоходовочку мозгов бы не хватило. Лелька попрошайничает именно на животных. И при этом на детей типа я у вас не прошу. Понятно, ты реализовала продукцию, ты забила, провела забой, там не важно, говядина, свинина и так далее. Ты поехала, сразу обналичила большую сумму денег, и вы за нее живете. Плюс доходы с блогерства. Но при этом хомячьи должны полностью купить это поголовье, прокормить это поголовье, построить сараи какие-то, да, где будет жить это поголовье. А ты получаешь чистоганом прибыль. И когда ты кричишь, я на детей не прошу, нет, ты не просишь на детей. У тебя в обход это все так вот красиво завуалировано, типа дайте мне на животных. И самое главное, дайте, а я вам их еще обязательно буду снимать и показывать, какие мы молодцы. Я вам покажу, как я их ращу, как я занимаюсь переработкой той, по факту, еще что вы в виде конечного продукта и должны у меня купить. Вы вообще представляете, какая, ребята, ответственность на ее хомяках. Мало того, да, вот эта вот манипуляция мы без вас не сможем. То есть уже подсознательно ты понимаешь, что надо помочь, типа. Вторая сторона медали за это все смотреть, это все читать, это все лайкать и комментировать. И третье еще это и купить. И купить это не просто так, а по завышенной цене. То есть можно пойти на базар и купить намного дешевле. Но это же будут не те продукты, которые растили, они вместе с Лелей. А тут они знают, что это натуральное, Лелькиными руками выращено, за их собственный счет еще и ими куплено. Ну какова красота. Вот так Лелька это все замысловато завернула. И, конечно, ей нет смысла просить на детей. Зачем? Ей достаточно просить именно на хозяйство. Но и при этом, ребята, она рассказывает, какие они шикарные родители. Или я тут вообще выпала в осадок. Так и говорит, посмотрите, у моих детей есть больше, чем у многих детей. Даже намного больше, чем было у меня в детстве, а я была одна у мамы. Но опять-таки камни в мамон огород. Почему мама не могла нормально кормить и содержать одного ребенка? А тут рассказывает, как у нас дети хорошо одеты, хорошо обуты, имеют все необходимое. Гаджеты, сыты, да, какие продукты они едят. И я так понимаю, что у Лели Новохомича все точно так же. В жизни хорошо, круто и дорого. Они себе тоже все могут позволить. Например, да, вот эта колыхалочка у Лели, ребята, я не знаю, как она правильно называется. Убаюкивающий центр, по-моему. Я покупала подобная цена вот этого убаюкивающего центра где-то от 300 до 500 долларов. В зависимости от функции. Там действительно ты положил ребенка, кнопочку нажал, и она его, вот эта люлька сама колдебенет. И ребенок на какое-то время залипает в этой колыбельке, да, и у тебя развязаны руки. Но, повторюсь, цена вопроса за новую 300-500 долларов. Коляски у Лельки тоже далеко не дешевые. Это кто не сталкивался с покупками коляски, приблизительно не ориентируется. Я вам скажу так, цена покупки коляски где-то начинается от 500 долларов до 700. И вы вдумайтесь, это та, которая при этом сидит и клянчит у тех, которые ей дают по соточке. В лучшем случае тысячу. И мне вот интересно, а ваши внуки, вашим детям вы все можете это позволить и купить, отдавая Лельке деньги. Вот здесь я могу согласиться, что действительно, ребята, за счет лохов Лелька, скажем так, развязывает себе руки в плане материнства. Но опять-таки, когда она рассказывает, что мы хорошие родители, Леля, кто эти мы? Ты и хомяки, я могу согласиться. А ты и грыня, это вообще, знаете, мое конкретное отрицание. Что грыня купил для своего ребенка? Какую одежду? Какие гаджеты, да, чтобы тебе облегчить материнство? Что лично он сделал для своего детятки? Вот, например, все, что вижу я, да, было куплено либо до грыни. Ну, вернее, это и было все куплено до грыни. Что грыня конкретно сделал, как папа? Какие он заработал деньги? Какой сделал тебе подарок, да, как женщине, которая родила ему ребенка? Ну, кроме вот этих копеечных цветочков, которые ты на камеру засветила. Что он подарил своей дочке и как поздравил ее с рождением? Грыня даже роды тебе не оплатил. Поэтому, когда ты кричишь, мы хорошие родители, ну, ты хотя бы действительно не смеши. Ладно, хомяки, понятно, ведутся, но ты хотя бы хейтеров не смеши настолько. Ну, и дальше Лелька рассказывает, что подписчики нас не содержат. Они нам только помогают строиться. Леля, а этого мало? Я хочу тебе сказать, что, наверное, им бы твое содержание выходило дешевле, чем твоя стройка. Строй материалы стоят нормальных бабосов. И это реально факт. И так вот, знаете, как-то их бах и унизило. Типа, они нас не содержат, они нам всего лишь помогают строиться. А это далеко не мало. Это те деньги, которые тебе не нужно экономить, собирать или отрывать от себя. Хотя за экономию я слабо верю, но это то, что, скажем так, ты не оторвала и не вытянула со своего кармана. Потому что точно так же, раз за разом, ты прибегаешь к манипуляции, срочный сбор. Вот здесь и сейчас надо. И эти в панике полудурки начинают тебя закидывать деньгами. Поэтому они на самом деле очень большую графу расходов твоих тянут на себя. Ну, и рассказывают, мы рожаем своих деток, кормим, обуваем, одеваем, обеспечиваем. И причем все это делаем на шикарном уровне. Очень классно. Лёля, я не знаю, вы Пётр Первый? Ну, кто мы? Повтори, пожалуйста, вот раскрою, пожалуйста, детальнее эту тему. Очень хотелось бы услышать, кто эти мы ключевые, понимаете? У меня такое ощущение, что у Лёльки уже какое-то, не знаю, расстройство личности. И она действительно, вот я, это мы. И это действительно вот случай, ситуация Лёли. Нет там никаких мы. Грыня, приспособленец, который палец о палец не ударил и не пошевелил. И ни копейки денег своему новорожденному ребенку не дал. И обеспечиваешь уровень жизни своим детям исключительно ты и хомяки своими просмотрами, подписками, комментариями и деньгами. Но никак не грыня. Грыня – это мы, да, в плане зачатия этого ребенка. И не более того, чверкнул, так сказать, и устранился. Ну и дальше рассказала, чтобы мы могли двигаться дальше, нужна ваша помощь. Без нее никак. А то хомяки не ровен час, и Лёля остановится и перестанет двигаться. А вы знаете, что для Лёли движение – это жизнь. Потому что если она вдруг остановится, я думаю, потом вы отдадите в два, а то и в три раза больше. Лёлька вам все это учтет и вспомнит. Потому что тогда хотелки полетят одна за одной. И покой вам будет только снится. А тут есть надежда, что перед Новым годом закончите, и вам дадут возможность отметить, отгулять праздники. А потом, конечно, никто не обещал, что по новой какой-нибудь очередной сбор и хотелочка не откроется. И вот интересно, Лёля, а если вот без стёба, без иронии, ну вот если, типа, вы не дадите, мы не сможем дальше двигаться. И? То есть, почему у тебя все зациклено, что кто-то должен что-то дать? Почему вы даже не пытаетесь, Грыня, два взрослых человека, начинать двигаться самостоятельно? Это, знаете, как типа молодая семья студентов, которые решили, да, там, в семью поиграть. А родители с двух сторон этих детяток неблагоразумных и содержат. Вот так же для меня выглядят Лёля и Грыня. Только им не по 20 лет, понимаете, за плечами ещё. И на двоих там сколько? 15-16 деточек. Ну, в общем, вот такая, ребята, прелесть и картина маслом. Ну, а на этом я, в принципе, буду заканчивать. Продолжение следует, как всегда. А пока со всеми прощаюсь. До новых встреч!